Поистине, через откровение внушили мы матери Мусы. «Корми его грудью, а если будешь опасаться за него, то брось его в реку, не бойся и не печалься, ибо мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников». И когда она опустила ребенка в корзине по течению реки, некоторые домочадцы фараона вызволили его. А ведь в итоге получится так, что Муса окажется их врагом и причиной их бед и ненависти. Поистине, фараон и его главный министр, Хаман, как и его стражи, все они были злоумышленниками, все они были грешниками. Когда жена фараона увидела ребенка, она воскликнула. «Этот ребенок будет усладой наших очей, усладой моих очей и усладой твоих очей, фараон». «Быть может, он принесет нам пользу, или мы усыновим его». Тогда они еще не понимали, что они делают. Сердце матери Мусы опустело, когда она узнала, что Муса попал в руки фараона. Она была готова просто пойти и постучаться в дверь фараона и попросить вернуть ей сына. Муса, мир ему, воспитывался не в материнском доме. Теперь его отчим фараон. А мачеха Асия. Он воспитывался в доме фараона. Человека, провозгласившего себя Богом. Давным-давно жила великая женщина. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывал нам о ней в одном хадисе, в котором он говорит, лучшими женщинами на свете были четыре, и одна из них жена фараона, Асия бинт Музахим. Она жила во времена Мусы, во времена Моисея, во времена фараонов. Она жила в очень тяжелый период. Ее дом был полон грехов, неверия и многобожия. И кто же был ее мужем? А мужем ее был фараон. Тот самый фараон, заявивший о себе «Я ваш Бог высочайший». Он собрал сынов Исраиля и опрашивал их, «Разве не мне принадлежит владычество над Египтом? И все эти реки под нашими ногами? Неужели вы не видите?» Это был муж Асии, одной из четырех величайших женщин, чья нога когда-либо ступала по этой земле. Когда корзина с Мусой оказалась у берега недалеко от дворца, то случилось так, что именно Асия принесла ребенка к фараону и попросила его оставить, назвав этого мальчика «усладай глаз моих и твоих», на что фараон ответил ей «усладай твоих глаз, но не моих, для моих никогда». Асия умоляла фараона, пытаясь оставить ребенка во дворце, «Быть может, он принесет нам пользу, или мы усыновим его». После чего Аллах говорит, «Они ни о чем не подозревали». То есть они тогда и знать не могли, кем станет Муса, которому в будущем предстояло стать пророком. Как только Асия увидела Мусу, мир ему, она тут же полюбила его. Малыш, попавший в ее руки, стал еще более особенным для Асии мир ей. Поскольку она не могла иметь своих детей. Муса, мир ему, растет во дворце фараона. А Асия посвящает себя полностью воспитанию Мусы, как будто она и есть его родная мать. Она заботится о нем с любовью и приводит мать Мусы, мир ему, в качестве грудной кормилицы, не подозревая, что она родная мать Мусы, мир ему. Как развивались отношения между Асией и матерью Мусы, нам неизвестно. Потому что в этом отношении мы лишь можем сказать, Аллаху ведомо лучше. После случая, когда Муса нечаянно убил человека, он был вынужден скрываться в восточных краях, именуемых Маденом. Тогда Асия потеряла своего приемного сына. Десять лет его не было, после чего Муса вернулся и стал призывать к религии Аллаха, призывать людей к истине. Мусам, мир ему, начинает призывать фараона к истине, указывая ему на знамение Аллаха. Но в своем неповиновении, высокомерии и гордости фараон обращается к своим людям, устраивает сцену, собирает всех и заявляет им, «Я ваш Господь Всевышний». А теперь представьте, в каком затруднительном положении оказывается Асия Мирьей. Женщина, муж которой считает себя самим Господом Богом. Безусловно, будучи его женой, она знает обо всех его недостатках. А фараон тем временем важно обходит улицы города со своим громким заявлением, «Я Аллах! Я ваш Господь!» Асия Мирьей на тот момент оказалась в весьма сложной ситуации. А Муса продолжает открыто бросать вызов фараону. Всем известно, что у фараона есть поддержка. Его ответным ходом становятся колдуны, посредством трюков которых он успешно убеждал людей в том, что он является Аллахом. В диалоге с Мусой фараон говорит, «О Муса, неужели ты явился к нам, чтобы изгнать нас из нашей земли своим колдовством?» Он испытывает страх потерять власть, потерять контроль. Разве это непонятно? Он говорит, «Давай договоримся встретиться в назначенный срок. Ранним утром мы соберем людей». Асия Мирьей в этот момент тоже находится где-то рядом. И вот наступает тот час, и они собираются. Колдуны и Муса Мирьему. Они обращаются, «О Муса, либо ты первый бросай свой посох, либо мы первыми бросим свои трости». На что Муса ответил, «Нет, вы бросаете первыми». После чего они первыми бросают свои трости на землю, и те приходят в движение. от увиденного Муса Мирьему начинает испытывать страх и паникует. Их трости словно плыли вдоль улиц. Тогда Аллах приказал ему, «Брось то, что у тебя в руке, и оно поглотит то, что они создали». Асия, когда наверняка находилась рядом с фараоном, наблюдая за всем этим представлением и происходящим вокруг. И когда посох Мусы превратился в змею, поглотившую все остальные трости, и они все стали свидетелями этой сцены, в том числе и Асия Мирьей, то что же за этим последовало? Аллах говорит, «И пали колдуны ниц». А как на это отреагировал фараон? Он воскликнул, «Как вы посмели поверить ему без моего разрешения?» Они сказали ему в ответ, «Вели, что пожелаешь». То есть, «Делай, что хочешь, поскольку, что бы ты ни предпринял, ограничено лишь мирской жизнью». Асия тут же поверила в послание Мусы Мирьему. Она тут же уверовала в единобожие, то есть в таухид. Она лично стала исповедовать религию Мусы Мирьему. Тогда фараон еще и не догадывался о ее вступлении в ряды единобожников и следовании посланию Мусы Мирьему. Насколько унизительным стало бы для фараона признание того, что его собственная жена последовала религии Мусы Мирьему. Однако, спустя некоторое время произошел случай, который заставит Асию публично заявить о своих вероубеждениях и принятии ислама. Это будет случай с парикмахершей дочери фараона. Однажды, расчесывая волосы дочери фараона, ее личная парикмахерша уронила гребенку. Тогда еще она держала свою веру в тайне, опасаясь за свою жизнь, как и все остальные, кто уверовал. Однако, уронив расческу и наклонившись, чтобы поднять ее, она вдруг проговорилась, сказав «Бисмиллях» во имя Аллаха и подняла гребенку с пола. Она забылась, что ее кто-то мог услышать. Кто же это был? Дочь фараона, которая с удивлением спросила «Что ты сказала?» Парикмахерша ответила «Я сказала «Бисмиллях». Та переспросила «Ты имеешь в виду моего отца?» Она ответила «Нет, я имела в виду Аллаха, моего Господа и твоего Господа и Господа фараона. Аллах, Господь миров». Услышав это, дочь фараона пригрозила «Я расскажу все своему отцу». На что она ответила «Пойди и расскажи». Жена фараона на тот момент тоже скрывала свою религию, но первой о своей религии публично заявила Маашита, та самая парикмахерша, отважная женщина. Она ответила «Пойди и расскажи своему отцу». После чего она предстала перед самим фараоном, расположившимся в окружении своих страж и воинов. Он посмотрел на нее и спросил «Маашита, разве у тебя есть Господь помимо меня?» Она ответила «Да, мой Господь, он же и твой Господь и Господь всего вокруг». Фараон прекрасно знал, что самое страшное для любой матери это увидеть мучения рожденных детей. Тогда он приказал своим стражникам привезти ее детей. Стража ворвалась в дом и силой выволокла плачущих и просящих о помощи малышей. Они громко звали свою маму на помощь. Но где же их мать? Она была схвачена фараоном. Увидев свою маму, они даже не знали, как ей помочь. Как же ей было больно видеть их слезы. Ситуация наколена. Все наблюдают за тем, как разворачиваются события. Возьми свои слова обратно. Она может быть и разрешила бы ситуацию всего одним словом, но нет. Она любит Аллаха, она верит. Вспомним ночь вознесения пророка Мухаммада саллиллаху алейхи парикмахерши фараона и ее детей. Именно тогда, увидев жестокое поведение фараона и храбрость этой женщины, Асия решила для себя, если фараон такой жестокий, если у этой женщины хватило храбрости постоять за себя, тогда я тоже пойду к нему и выступлю против него. Она направляется к фараону и говорит ему, фараон, я уже не верю в тебя, и мне все равно, что ты со мной сделаешь. Я верю в Господа Мусы и Гаруна и Господа всех миров. Как может жена не верить в своего мужа? Но он не спешит убивать ее, поскольку это было недопустимо с политической точки зрения. Она все-таки из знатной королевской семьи. Он решил сначала переговорить с ней, а уже потом оказать давление. Она жила во дворце, у нее были лучшие наряды, ей подавали лучшую еду, но она пожертвовала всем ради Аллаха. Она стала примером для всех верующих, как для женщин, так и для мужчин. Фараон избивал Асию, но она терпела. Он надругался над ней, но она выдержала. Он пытал ее, но она держалась стойко. И всякий раз она говорила ему, я верю в Господа Мусы и Гаруна. Ты отрицаешь мое господство? Она отвечала, да. Я выдворю тебя из дворца. Она отвечала, делай, что хочешь. Я жестоко накажу тебя. Делай, что хочешь. Такова была ее позиция по отношению к нему, и она была терпелива. Фараон спросил ее, знаешь, что я с тобой сделаю? Она ответила, я знаю, но мне все равно. Я отвергла тебя, и для меня это совсем не важно. Фараон ни одного человека, кто смог прийти к ней на помощь. Мусы мир ему тогда не было рядом. Она направляет свой взор в небо и обращается с мольбой. О, Аллах, построй мне дворец рядом с тобой в раю. И замени этот дворец, которым я пожертвовала в этом мире, ради тебя, райским дворцом. Тогда Аллах развел небеса, и она увидела свой дворец в раю. После чего она громко засмеялась от радости. Увидев это, фараон говорит своим стражам, посмотрите на эту сумасшедшую. Она все еще продолжала смеяться от радости и не останавливалась. Тогда фараон приказал своим стражам подняться над обрывом и сбросить на нее огромные каменные глыбы, которые бы раздавили ее тело в дребезги. Но Аллах не дал фараону насладиться этим ужасным зрелищем. Он забрал ее душу до того, как на ее тело обрушилось тяжелая каменная глыба. Аллах забрал ее к себе и Аллах Свят Он и Велик даровал ей дворец в раю, как она и просила. Она была женщиной, у которой было все, о чем только может мечтать любая женщина. Платья, туфли, сумочки и все такое. У Асии было все и даже больше. С чем же ей пришлось расстаться? Иногда мы готовы пожертвовать лишь незначительными вещами в своей жизни, хотя все мы ожидаем рай. Асия, ставшая примером до самого судного дня, для всех верующих пожертвовала ради Аллаха всем, что у нее было. И еще несколько мыслей об Асии, просто чтобы подвести итог. Асия была женщиной, обладавшей внутренним восприятием и светлым сердцем. Аллах наделил ее этим чувством. Она смогла распознать обман фараона. Во-вторых, Асия не давала обстоятельствам определять свой характер. Она жила под одной крышей с человеком, считавшим себя Богом. Она верила в Аллаха, она была праведной и благочестивой. Если она была способна на это, значит и вы способны. В-третьих, Асия обладала силой воли. Именно благодаря ей и храбрости, стойкости и духу, она смогла приблизиться к Аллаху. Познайте Аллаха, держитесь ближе к Нему, и Аллах учтет ваши деяния и будет оберегать вас, и вы найдете Аллаха прямо перед собой. Четвертый момент заключается в том, что Асия предпочла вечную жизнь мирской. Даже несмотря на все прелести жизни и на все материальные блага, все это не смогло удержать ее от зова души. Поэтому весь этот производственный поток, все эти шмотки, все это барахло, этот культ потребительства пускают нас в погоню за этим миром. Асия положила конец этому замкнутому циклу, осознав, что истина несчастья в последующей жизни. Дорогие братья и сестры, по воле Аллаха, YouTube активировал нам функцию спонсорства. Теперь вы можете сами стать активным участником исламского призыва на канале Мишин Дауа, став нашим постоянным спонсором. Для этого просто нажмите на кнопку спонсировать под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. Присоединяйтесь к нашей команде, примите прямое участие в исламском призыве на канале Мишин Дауа, станьте нашим спонсором и да примет от вас Аллах. Аллах! 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 Продолжение следует...